Планар Сан, название проекта мульти стартап Планар Сан, инновационный проект для портфельных инвесторов. Хочу использовать формат «Оденьте шляпу инвестора», вау, то есть со своим, окей. Ну, в этом смысле он условно экспертный, то есть экспертная поддержка, или рекламный плюс, в принципе и то и другое. То есть мы одеваем шляпу инвестора, слушаем тебя и даем тебе обратную связь, как мы, если бы мы были инвесторами, чего нам хватило и чего нам не хватило, да? Ты нам продаешь, учишься продавать? Я вам продаю свой мульти стартап. Так, хорошо. Тебе организовать все-таки, писать? Ну, наверное, не обязательно, потому что я в этот раз последовал совету на предыдущем тэрре и подготовил немножко материала. Ты нам раздашь? Я вам раздаю. Круто. Это круто. Не всем хватит, но... Это одинаковое? Это одинаковое, это три одинаковых. Венес, когда есть поле, хороша она реализовалась. Ну, в принципе, вот здесь вот, как бы, один листочек, он общий. Собственно говоря, тема проекта исходит из продолжения моего изобретения, которое называют солнечная батарея с планарным концентратором. Почти все его знают, кто его не знает, я расскажу вкратце, чтобы все были в курсе. То есть, суть устройства планарным концентратором, это есть солнечная батарея, предназначенная для солнечной батареи. То есть, если в обычной солнечной батарее вся поверхность покрывается фотоэлектрическим преобразователем из кремния или другого материала, то в планарном концентраторе энергия света падает на поверхность с помощью оптической специальной внутренней структуры, переспределяется в два торца. И фотоэлектрический преобразователь устанавливается только на вот этой поверхности. Собственно говоря, в такое количество раз, отношение толщины и ширины, осуществляется уменьшение использования дорогого фотоэлектрического преобразователя. То есть, это примерно в 7-10 раз. Соответственно, есть интересные экономические эффекты и физические эффекты. Можно повысить эффективность и так далее. Собственно говоря, этот проект существует в качестве стартапа. И он имеет бизнес-модель, которая сформулирована на первом источке. Чем он отличается от классического представления стартапа? Почему я иду с фразой «мульти-стартап»? Я говорю следующую мысль. Так как люди, ну в данном случае команда, то есть реально проектом движет команда, то есть проект реализует команда. То есть не идея сама по себе цена, даже не какие-то патенты, которые есть сами по себе цены, даже не какие-то документы и отчеты, которые написаны или пишутся сами по себе цены. Ценность имеют прежде всего люди, которые реализуют этот проект. И в данном случае я привлекаю инвесторов вас в качестве участников, которые могли бы вложиться в команду, которые превратят идею, умение, знание и патенты в коммерческий продукт. Почему он является мульти-стартапом? Потому что у технологии применения планарного концентратора данного изобретения есть несколько версий применения. То есть на второй страничке там изображено три направления движения. То есть они не очень хорошо выглядят, там смещение немножко рисунков произошло. То есть есть направление солнечной батареи, есть направление робототехника, есть направление светодиодной технологии. Наиболее проработана, конечно, технология солнечных батарей, то есть вернее сказать, она наиболее продумана. С технической точки зрения мы все движемся на стадии, когда идея превращается в технический прототип. Это сейчас реализуется. Вот здесь где-то есть один листочек, по нему можно пройтись, посмотреть. Сейчас реализуется вот такой прототип. Примерно через полтора-два месяца в конце артреля мы планируем иметь на руках такое устройство, которое будет предназначено для зарядки айфонов. И, собственно говоря, с помощью нашего устройства это можно будет применить, проверить и измерить технические свойства и характеристики данного устройства. В чем особенность этого устройства? В нем есть устройство само оптическое, планами концентратор. Есть устройство, которое так называемая система слежения этого устройства, механического подвижки солнечной батареи. И есть устройство заряда, то есть электронная схема заряда в данном случае. То есть все три устройства мы сейчас разрабатываем. Почему мы сейчас разрабатываем? Потому что у нас есть заказчики, которые купили больше 20 устройств и ждут такие устройства в конце октября этого года. Мы выиграли, увлекли людей и они дали нам деньги в качестве спонсоров на интернет-проекте через народное финансирование на Бумстартере. Мы получили эти деньги и они нам позволяют сейчас заниматься разработкой первого рабочего прототипа. Но деньги закончатся и мы хотим это превратить хотя бы в мелкосерийное ручное производство с последующим развитием проекта. То есть последующее развитие проекта предполагает усовершенствование технологий, соответственно, чтобы это можно было превратить в серийное производство. И, собственно, продать это, допустим, серийным производителям и в Китае, и в Америке, и в Европе, и где угодно. Что здесь важно? Важный ключевой вопрос, который нас все время беспокоит и который все время на самом деле является достаточно динамичным. И чем является особенностью нашего, в принципе, современного мира? Мир очень изменчив. То есть, если пять лет назад мы однозначно шли и говорили, мы будем применять солнечные батареи для коттеджей и больших энергосистем, тогда это было понятно. Вот сейчас, через три года работы усовершенствия технологий, оказывается, что на этом рынке конкурировать уже практически не имеет смысла. То есть наша технология. Технология на этом рынке становится, ну, как мало конкурентно, интересной. То есть, возможно, но мы сейчас не можем прямо так вот сказать, вау, это будет переворот. Сейчас этого уже не произойдет, потому что цена на кремниевые пластины снизилась примерно в три раза. Мы там делали эффект в пять раз. И, в общем, тут такой вопрос 5-3, но это не сильно много. И уже массовое производство остается под вопросом. То есть, поэтому мы плавно, скажем так, не то, что плавно, а под влиянием обратной связи пришли к выводу, надо концентрироваться на портативных устройствах для солнечной энергетики. В частности, это может быть iPhone, это может быть iPad, это может быть планшетник. Одна из версий, например, сейчас, допустим, в Москве будет устраивать солнечная регата. Это просто как некая завлекаловка, но факт может оказаться то, что устройства на солнечных батареях могут быть востребованы в катерах прогулочных. И эта тема в Европе уже продается, она может и у нас начать продаваться. То есть, поэтому, что здесь ключевое место, я хочу сказать, что продукт, он в данном случае имеет динамическое представление. Есть некая технология, а вот продукт, он может меняться, варьироваться. И преимущество стартапа заключается в том, что мы достаточно гибки и можем это осуществить достаточно быстро, не уйдя глубоко в технологическую привязанность к отдельному технологическому циклу. И поэтому мы снижаем риск любого инвестора, который вкладывает в этот проект. То есть, у нас, условно говоря, проект находится на ранней стадии, мы еще можем управлять своим развитием проекта, но при этом вложить туда технические решения, которые позволят нам выбирать через 9 месяцев, например. То есть, я предполагаю, что в следующий этап инвестирования, когда работает команда конструктора, команда у меня разработчиков оптика, команда, ну, соответственно, радиоинженера и дизайнера, вкладывает внутрь технические решения, которые позволяют легко перетекать из одного продукта в другой продукт и модифицировать уже под технологию больше серийности. Вот, собственно говоря, там вот три веточки, вот они, собственно, там и показаны. То есть, с одной стороны, оптическое устройство может быть солнечной технологией, сверхпортативной, сверхмаленькой, может быть, с другой стороны, большой. Плюс применение системы слежения подразумевает некая автоматизация и некое применение фактически элементов робототехники. То есть, во всех роботах есть подвижные элементы, элементы вращения. Мы будем разрабатывать уникальную систему вращения, потому что она нам требует определенных технических параметров. Она должна быть очень компактной и энергоэффективной. То есть, потреблением. Да, очень низкого энергопотребления. Поэтому мы уверены, что такое устройство будет пользоваться спросом в любом роботе, который сейчас там проектируется в небольших количествах, но со временем будет иметь большее распространение. Плюс любой робот имеет проблему с энергообеспечением себя. То есть, все они привязаны сейчас к розетке, а их автономное существование невозможно. Так как мы четко сфокусировали себя на одной техническом решении. Говорим, самая эффективная генерация электричества от Солнца по доступной цене. То есть, наша технология позволяет это осуществить. То есть, мы на маленькой площади можем генерировать солнечную энергию гораздо лучше, чем какая-либо солнечная батарея, которая существует в мире. Используя, ну, концентрированную солнечную энергию с моим изобретением. И тем самым мы как-то создаем потенциальную возможность. Появились роботы, энергетика им нужна, они ищут как это запитать, они все вставляют в солнечные батареи, они так или иначе вставляют там есть рисунки в солнечные батареи. Когда мы приходим и говорим, у нас есть на самое эффективное, и может это становится гораздо интереснее. Включить самую эффективную, потому что у них площадь ограничена. То есть, это два направления в робототехнике, которые мы планируем поддержать и развить в рамках технического решения, которое у нас сейчас стоит. И, собственно, третья технология, светодиодная технология, она наиболее простая в реализации, то есть, она, скажем так, требует только одного элемента, это изготовление оптического устройства, то есть, планарного концентратора-рассеивателя. Когда вместо солнечных батарей устанавливаются светодиоды, технология, светодиоды, и можно управлять диаграммой направленности. То есть, офисные светильники делать не широкоапертурные, которые светят во все стороны, а, например, делать с двумя режимами. То есть, в режиме энергоэффективности он будет светить непосредственно над оператором, который сидит за компьютером, а в режиме общего потребления человек встал, он начинает светить во все стороны. Локальный рассеянный свет. Да, локальный рассеянный свет. То есть, мы устройством можем это управлять, никакими другими технологиями это реализовать невозможно. То есть, техническое устройство позволяет это осуществлять. Плюс, например, то же самое освещение. Вот там вот есть ЖК-подсветка, там точно так же стоит светодиодная матрица, которая излучает свет. Сейчас она излучает во все стороны. Мы точно так же можем сказать, пусть она будет локальной, пусть она будет широкой. Чем мне интересен продукт, и я считаю, что он коммерчески просто может стрельнуть. Когда вы едете в маршрутке, или в автобусе, и работаете со своим смартфоном, все соседи, ну два соседа, по крайней мере, видят, что вы делаете. Вот. Вы включаете режим персонального просмотра, когда видите только вы. Они не видят. Это экран не поляризованный. Это не поляризованный экран. Это технология, которая позволяет управлять диаграммой направленности. Ты меняешь диаграмму направленности, у тебя сужается она ровно до одного пользователя, все остальные не видят. То есть это... И твоя технология позволяет это сделать? То же самое. То же самое. То есть я принципиально ничего не меняю в устройстве. То есть вот эта технология мне нравится, она вкусная. То есть я ее последние несколько недель... Это новенькая, ты об этом не говорил. То есть это вот определенный ракурс, уголь зрения, вот, попадает, а есть это по другим углам. Да. И это в том числе. То есть это, во-первых, идейно проверено, во-вторых, это экспериментально даже я протестировал. Ну, у меня концентратора нет, но вот как логическую схему я проверил, что сосед не видит. Прикольно. Так. Это вот экран, мониторы, подсветка, локарь. То есть в принципе это можно монтировать фары, то есть делать их плоскими и узкими, которые светят. Ну, просто они плоский формат имеет. Это... Чего еще? Везде, где нужен свет. Везде, где нужен свет, но он нужен бомб. То есть не просто на все стороны, то есть а как-то локально присвечен, то есть так далее. То есть ну, собственно, вот эти вот три тематики, я их... И запускаю одновременно. Я не хочу их откладывать на потом, на разные места. И тем самым, говорю, вы снижаете свои риски. Сделав плонарный концентратор, у вас есть и туда, и туда, и туда. Соответственно, здесь вопрос интересный, как это организовать, чтобы распределить доли и проценты. Второе, что мне очень интересно, как организовать спрос потенциальных покупателей, ну, например, создать одностраничные сайты для лидогенерации, которые покажут, какой продукт продается. Уже сейчас. То есть когда его нет в реальном устройстве, ну, в смысле в продаже, в производстве. Но есть некий концепт, идея, которая технически обоснована. Четвертый, как создать поток инвесторов, которые приходили бы, смотрели бы, и докладывали деньги, и говорили, вот в этот проект я еще хочу положить, в этот хочу положить, и так далее, и так далее. Собственно, это некий вопрос, который я сформулировал, он, может быть, даже больше идей. И, пожалуй, все. Я уже выговорил свои 10 минут. Да, ладно. А, можно? А, вот инвестор, скажу, ну, как критику, он не любит, когда говорят, какие-то термины, непонятные физические типы, компонентные или еще что-нибудь, потому что они, видите, не понимают этого. Это как критика. А как вопрос, какой объем рынка потребителя, потребителя, а потом, что делать? А, вот, что они вспомнили, ну, покажи на вопрос. Это главный вопрос. Ну, да. Я его не знаю. Какой объем рынка мне неизвестен, поэтому я и хочу сформировать следы генерации, чтобы определить рынок. Вопрос вот, ну, какой от инвестора, какие подвозные карминства и технологии, ну, допустим, там, ты можешь создать гибкие эти планарные концентраторы? Нет, они имеют фиксированную структуру. То есть она не может... А в потере, допустим, в потере кто-то сотратали? Есть 10%, ну, вернее сказать, от 10 до 15, в зависимости от стоимости технологии, сколько вы будете платить за это производство. Сформулирую вопрос, ну, чуть-чуть точнее. То есть как мы тебе сможем помочь? Ага. Хорошо. Ну, в принципе, вопрос заключается в том, что опять, как представить информацию так, чтобы инвесторы пошли. А, следует, можно я еще так вот скажу? Представил я ее достаточно понятно, чтобы инвесторы пошли. Или что менять, чтобы представлять? Окей, понятно. Такая вот идея, ну, как сказать, это пойти в один парк, там бизнес-школа проводится зимой и летом, там все, поэтому как раз расскажут о привлечении. Я там две разобрал. О, что, 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 открывай, открывай. Да. И начинай записывать. Да. Итак, первое, пойти в школу, в технопарке, летняя и зимняя школа и выступить там, ну, пройти там. Вот такая идея, да? Ага. Спасибо. Денис, мы же это, шляпу инвестора одевали. Да, да, да. И вот я, одев ее, слушал тебя, чтобы находиться под этой шляпой. Вот. И, ну, я себя почувствовал, ну, так скажем, пока что шляпа. Вот отношение к тому, я, во-первых, не вижу свою точку входа сюда, как инвестор. Во-вторых, я не вижу вот эта тема мультипульти, как она уменьшает мои риски. Абсолютно не вижу. И я не вижу, какой запрос у тебя сейчас. И на каком стадии бизнес-модель твоя находится. Сейчас точка входа и сумма, с которой я вхожу. При этом с той суммой, с которой я вхожу вот в эту мультитему, да, как это будет меняться и развиваться. Именно моя сумма, меня интересует моя сумма, с которой я задумываю. Не проект в целом. И если в части идей, идей, да, вот смотри, то есть, каждое из направлений, ну, и наличие трех направлений, ну, это нужно посмотреть по математике, да, ну, как минимум, у вторая сниженная, мы снизили риски данного стартапа втрое, применив технологию стартапа. О, мультистартапа. То есть, если не стрельнет вот это направление, стрельнет вот это. Да, да. И, то есть, и показать еще, знаешь, что, то есть, если одно направление, вот это вторая идея, если одно направление сто-триста раз, да, то если стрельнет два из трех направлений, то ваша доля, с которой вы заходите, да, ваш, ну, сумма, с которой вы зашли, она стрельнет во столько-то. Если стрельнет три, показать по каждому из направлений, сколько стрельнет моя сумма, с которой я зашел. Это мне было бы интересно. И третье, это уже так общее пожелание, когда я тебя слушал, ты настолько хорошо себя чувствуешь, вот в этом рассказе, ты настолько как изобретатель этим горишь. Я как инвестор, ровно так же должен гореть со своей пачкой денег, чтобы зайти туда. И я не зажегся вообще ни капли. Потому что, ну, тебе хорошо, ты горишь, и тебе даже мысли от этого, тебе уже хорошо, а нафига тебе я? И здесь я. То есть ты должен говорить обо мне в этой теме, а не о себе в этой теме. То есть это рассказ, ну, обо мне должен быть в этой теме, а не о тебе в этой теме. И это две разные вещи. И вот это такое пожелание, оно может быть критичное, но мы относительно практики, это практика, да, это не нужна, это практика, и это, я считаю, конструктивной критикой. Спасибо. Вот. На данный момент еще время закончилось. Я тоже хочу присоединиться, то есть вот в Чертовске важно схематика инвестирования и дальнейшая собственность. То есть мультистартап, я прямо когда ты рассказывал, подумал, что вот если бы был бы сайт, на котором четко понятно, что вот я сюда вложил, я вот здесь вот, вот я вот сюда вот в эту ветку вложился, а потом из этой ветки пошло вот это, вот это, вот это, и в каждом из этих я имею, собственно говоря, ну там свою какую-то долю. и идейная такая идея, то есть снова сайт, то есть шоу относительно продвижения, люди вкидываются, даже пускай тысячи рублей, она учитывается, там заносится, и люди видят, имеют возможность зрительно видеть, ну то есть ты ежемесячно отчитываешься, ребята, господин инвесторы, прямо на видео отчитываешься. За этот месяц наша компания стала на 500 тысяч больше, потому что мы сделали вот такие-такие-такие-такие-то работы, такое-то, вот такое-то произошло, те, кто инвестировали за это время, значит, вот это получили, у нас появилась вот такая идея, вот такая идея, вот такая идея, то есть ты делаешь доклад инвесторам, и, соответственно, вы можете докладывать деньги, сейчас свободные ветки, вот такие, ну или там перспективные ветки, направление такая, 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 такая-такая. Еще, Денис, можно в дополнение ей еще одна идея, в общем, сейчас вообще все вот эти инвестиции, стартап-проекты, это люди, которые еще играют, это такая игра, знаешь, и это люди с потребностью поиграть, у них в деньгах непорядок, они поиграть, вот ты показывал вот эту вот модель мультипультик, как игрушка, но не просто вот одна тема в один клубе вкладываемся, и все, а игрушка, где можно поиграться, там, выбрать вот эту вот эту вот эту веточку, и когда ты даешь, показываешь, что тут можно поиграться, при этом учти, пожалуйста, тот факт, ну это с точки зрения уже экспертной поддержки, да, что ты поиграешься с точки зрения его выгод, а не с точки зрения, как его можно обойти вот этой мультипультик, и ушли, то есть, понимаешь, то есть с одной стороны, вот этот вот, тема мультик это усиливает, да, ну стрельнула не вот эта ветка, а вот эта там, ну и так же ты через это можешь от него уйти, ну и кинуть его, и, здесь как раз наоборот, ну все, я понял, ну и по поводу рисков, идея заключается в том, чтобы сразу всех расслабить, сказать, что как бы так, риск один, мое слово, вы даете мне деньги, я их использую во благо, никаких других гарантий, ну про гарантии, никаких других гарантий я сейчас не даю, гарантия одна, я готов ежемесячно вам, прилюдно рассказывать о том, что здесь происходит, вы даете деньги, в стартап, это игра, выиграете или не выиграете, получится или не получится, но я всю свою жизнь положу на то, чтобы вот к этому идти, я иду к этому, я иду к этому уже не один там лет, вот мой путь, и я буду идти к этому там, вечно, до результата, до результата. Еще один момент пожелания, вот про сайт ты говорил, на сайте для инвесторов, вот я бы как бы сделал, я бы там создал бы график, вот что есть допустим сейчас, и график роста нашей ценности для инвестора, то есть допустим, сейчас вот сделано это, 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 потом, что будет через полгода ориентировочно, при вложении такого количества денег, что будет через год, что будет через полтора, там через пять лет, и это примерно график роста, то есть график роста инвестиций, то есть вкладывая на этом этапе, вы получаете вот столько денег через такое время, вкладывая на этом этапе, вы получаете вот столько денег на этом этапе. Инвесторы, я думаю, очень оценят этот момент, вот если так вот сделать, понятно, наглядно, и как бы для простых людей не там супер инженеров там люди понимают еще одна экспертная штука ты сейчас про это не сказал то есть ты сказал о том что не имеет смысл конкурировать с кварцом ну то не с кварцом а с кремнием да потому что он там удешевляется но не пока не сказал о том что на малых собственно говоря площадь яхты используешь очень дорогой съемный как бы материал который очень дорого стоит и вот на этом дорогом варианте варианте твоя технология что свет попадает сюда и россию это спорцы срабатывает я просто и в этом да я сказал да и я тебе как бы говорю что это важно тогда в этом сказать важно и отдельная презентация про каждый из вариантов как это очень смачно описал вот это новое сейчас варианты они здоровские то есть их прям отдельно такой вариант такой вариант такой вариант такой вариант и снова подчеркивать инвестор на что вы вкладываетесь почему мульти стартапа вкладываетесь в одну точку и нам вам возможны все возможные варианты дальнейшего развития . бы ситуации но это подчеркивать круто я просто фокусирую 20 минут последняя идея не все понятно я загорелся и как у инвестора у меня естественно возникает желание вообще застолбить все полностью монопольный ну так вот вытекает чтобы если вкладываться то все больше других конкурентов нет мы это развиваем то есть с твоей стороны будет интересным будет неправильным если допустим ты где-то это дело презентуешь что сказать ребята ну если не с вами я найду все равно людей и мы стрельнем а вы сидите там останетесь просто вот такой вот момент это к игре вот как инвестор мне вот прямо реально я готов это купить все второй момент значит мне реально не хватило как инвестор мне не хватило твоих вот реально обоснований и выплат на самом деле что мы сегодня вложились в это да и перспективы развития к чему мы придем пусть это даже какая-то твоя фантазийная бизнес-модель которая реально ну прощество просчитано понятно все риски невозможно прочитать рынок есть рынок но некая бизнес-модель дала просчет мне вот этого не хватило чтобы я понимал тут уже так говорили что вот я столько вложил а там через только получил может это совсем примитивно но все-таки то есть вот это вот перспектива чтобы опять картинка рождалась у инвестора по поводу откуда брать деньги предложение такое есть там не так давно вышел фильм волк сулл стрит и там очень интересная модель была показана когда он приехал в сельскую местность да и там продавал совсем дешевые какие-то акции и люди спокойно покупали уже было предложение то есть создать некое акционерное общество куда будут люди входить там буквально с тысячей рублей если таких людей будет много этих акционеров да в конечном итоге они тоже будут небольшую прибыль иметь но банк соберется огромное количество людей если эти акции даже в таком виде выкинуть потом на рынок можно подвинуть многих можете помочь организовать я вообще мне интересно я хочу войти в твой проект хорошо я не сказал последний пункт мы ищем в окончании менеджеры национного проекта ведущий главный босс главный управление за который смог бы вот эти цифры раскладочку показать оформить и реализовать хорошо твои 20 минут завершились что было цена для да очень в этом смысле очень интересно принципе принципе дима рассказал про ощущение как он шляпе сидел я этот формат вызвал мне он рассказал про него то есть я еще раз посмотрю его комментарии конечно главный вопрос это про доли вход выход то есть это то вопрос который меня тоже беспокоит я не знаю я эту схему еще не придумал математика до каких-то программистов и программистов то программистов и еще с математиков экономистов то есть экономической модели разложили да да еще специалист по игре то есть в общем твоя мысль тоже так или иначе выклевывается в то что все-таки это надо в игру превращать это будет интереснее вкуснее но